Дорогие друзья, я хочу вам показать некоторые упражнения со спарринг-партнером для борьбы верхом. То есть борьба направлена прежде всего на укрепление плечи лучевой, все связки, которые связаны с локтевым суставом, верхние части бицепса и кисти. Итак, после разогревочных, скажем, 10-15 минут, можно себя покрутить немножко кистью, чтобы не было никаких болезненных ощущений, помахать потом ее таким образом наверх, понапрягать немножко, разомнять связку. Можно переходить на упражнение верхом. Итак, прежде всего, наша цель – это удержание угла между плечом и предплечем, так званый рабочий угол, и прокачка плечи лучевой, а именно пронатора. Значит, я применяю и советую прокачивать плечи лучевую движением кисти наружу, то есть пронатор в трех положениях. Среднее положение, то есть центральное положение, вот так. При этом локтем я опускаюсь вниз, а рука у меня в кисти остается в таком же самом положении, не опускается в замку, вот так. Хороший спарринг-партнер, естественно, может придержать вашу кисть чуть-чуть ниже, вот таким образом. Второе положение – это среднее положение, то есть оно находится приблизительно вот так. Здесь я применяю несколько другую технику. Локоть останавливаюсь вот приблизительно вот в середине подушки, и делаю таким образом, подъезжаю чуть-чуть локтем вперед и выворачиваю кисть сопернику. То есть еще раз. То есть это именно вот среднее положение. Еще раз. Таких упражнений нужно выполнить приблизительно в течение 25-30 секунд качков, около 12-15. Ну и нижнее положение, положение, которое необходимо для спортсмена, обороняющегося от крюка, это вот именно такое. Здесь идет наработка, прежде всего, крывового движения кисти, промотора, а одновременно удерживание спортсмена, противника, в рабочем угле, на бицепс. То есть у нас есть рабочий угол, и при этом идет проработка вращающегося движения. Три основных упражнения, которые нужно выполнять со спадным партнером, для прокачки плечи лучевой, под технику борьбы верхом. Продолжение следует...